Ребяточки, а посмотрите там по программке, кто у нас следующий идёт? А, сейчас начнём. А это нет. Молчите. Не говорите. Давайте так. Используя своё актёрское мастерство, где слов пантомимически покажете мне этого артиста, а я попробую угадать. Хорошо. Вашуков. Я? Да нет же, ну. Можно я попробую? Попробуй. Сейчас. День на диет. Правильно. Вот. Ха, учись, Михаил. Олег с первого раза в образ попал. А теперь давайте сравним образ с оригиналом. Здравствуйте, друзья. Мы живём с вами в такие времена, когда мода постоянно меняется. И причём мода меняется вовсю. Приятно, что сейчас в моде ретро. Хорошие песни, хорошие фильмы, всевозможные истории. И я хочу предложить вам сейчас ретро-вариант моих актёрских воспоминаний по волне моей памяти, скажем так. Сегодня для почтеннейшей аудитории я предложить хочу актёрские истории. Не вижу я конкретно никаких причин, чтобы не поднять сегодня вам серотонин. Серотонин – гормон радости, знаете, да? Так вот, мой гормон радости был на максимальном делении, когда в 90-е годы я впервые приехал на гастроли в Германию. И в первый же выходной день организаторы концертов повели меня на представление импортного эксцентрика, клоуна. Я был под впечатлением. Что он делал? Он выходил с большим лукошком таким, в котором было очень много шариков от большого тенниса. Он брал ракетку и быстро-быстро-быстро эти шарики отправлял в зал. Люди возвращали их назад на сцену, он отбивался, они снова их возвращали к клоуну, он снова отбивался. Возникала атмосфера любви, добра, такого детства, наива. И в этой атмосфере детства и наива он быстро-быстро из корзины доставал сырые куриные яйца и быстро-быстро отправлял их в зал. Что там творилось? Немцы все сидели просто в белках, в желтках. Я не знаю, может, они знали, на что шли, но они ржали, как кони, так хохотали просто. Я-я, и хаба, зерланга, дочери, шпаха, галевна. Радовались, как дети. Я смотрел на них сверху балкона, тоже радовался, что до меня не долетело. Смотрел я на них и грешным делом думал, а чем мы хуже? Да ничем, подумал я. И со мной согласился мой коллега-клоун Витюша, который ему рассказал эту историю. Он говорит, а я это и у нас попробую, Вить. У нас не надо. Он говорит, а я это сделаю. И он сделал. А я спросил его потом, как все прошло. А он ответил просто, мне не повезло. Я бросил яйца в зал и ждал в ответ овации. А в результате десять дней в реанимации. Сегодня для почти низшей аудитории Я предложить хочу актерские истории. Однажды я ехал на гастроли за границу в Швейцарию. И у меня в репертуаре был номер, который называется «Бутылофон». Ну, вы знаете, когда играешь по бутылкам, да? Надо с собой везти пустые бутылки, чтобы легче было. Ну, у нас, конечно, многие лучше играют по полным, вот. Ну, значит, я взял с собой в запас аж тридцать пустых бутылок. Гастроли были долгие. И наш таможенник просветил весь мой скарб. Подходит ко мне и говорит, а сколько мы бутылочек везем в Швейцарию? А я думаю, что он говорит, а полных? А можно полных? Две. Я говорю, две? Он говорит, уверен? Я говорю, конечно. Он говорит, а мы сейчас все проверим. Скроем все твои пять чемоданов. Он позвал своих коллег-таможенников. Они вскрыли, посчитали, тридцать пустых бутылок. Хохот стоял, наверное, минут пять. Все говорят, ну, Леха контрабанду отловил пустые бутылки. Он ко мне подходит очень серьезно и говорит, скажи мне, я тебя не отпущу, мне только скажи. Зачем тебе в Швейцарии тридцать пустых бутылок? Я помолчал, говорит, только никому. Он говорит, никому. Я говорю, рядом со мной пункт стеклотары закрыт. А в Швейцарии их можно сдать раза в три дороже. Он помолчал, но никаких счастью действий не предпринимал. Я вам скажу, в таможне лучше не шутить. С ней лучше лишнего вообще не говори. Даже фамилию свою можешь забыть, Если досмотр тебе устроят изнутри. Сегодня для почтеннейшей аудитории Я предложить хочу актерские истории. Однажды я вел большой народный конкурс баянистов. Там принимали участие разные люди. Был разный возраст, разные баяны, Разный уровень подготовки у всех. И мне помогал вести это мероприятие артист моего театра Дима. Он был в клоунском прикиде, Он выходил через номер, веселил всех. И в финале он решил сделать такую репризу. Ему в свое время дедушка подарил старый баян, Который уже не играл. Он вытащил оттуда все внутренности Дима, Вставил туда две больших колонки, Вышел на сцену, И я включил ему через блютуз танец с саблями. С виду вообще абсолютно никаких нет подвохов. Все, реальный баян. И он начал бегать, прыгать с этим баяном. И ни разу, представляете, ни разу не ошибся. Так технически все отыграл. И комиссия даже хотела ему присудить первое место. Ну, я возразил, говорю, зачем? Он же не конкурс. Ну, он профессионал, но он не конкурс. И каково было наше удивление, Когда за кулисы зашел мужчина под впечатлением. Говорит, ребята, у меня у сына через неделю свадьба. Я нашего баяниста уже отменил по телефону. Вот можно пригласить вашего? Я заплачу, нормально заплачу. Как он играл танец с саблями? Я говорю, вы знаете, это невозможно. Почему? Я говорю, у него сабли затупились. Сегодня для почти низшей аудитории Я завершить хочу актерские истории Я завершаю их при помощи баянга Танцами с саблями Арам Хачатуряна Вживую, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребята, смотрите, что написано на сайте Театра Юного Зрителя. Я его тут распечатал. Хочешь посмотреть, как вампир-кровобийца убивает человека-паука? Приходи на премьеру. Что это за премьера? Муха-цикотуха. Да? Сегодня вообще без рекламы никуда, даже в театре. А вот вы как бы могли прорекланировать те роли, которые играли в спектакле? Он инвалид от рождения. Она красавица. В день свадьбы она сбегает от него прям из-под венца. И слезы текут рекой из его слепых зияющих глаз. Ужас какой. Кто это? Крот из дерьмовочки. Ну, теперь я. Он влюбился в девушку, но им не суждено было быть вместе. Он потерял память, но нашел свою девушку на ощупь, Когда щупал ноги всех женщин в округе. Маньяк? Нет. Это принц из «Золушки». Да. А пойдемте-ка вместе что-нибудь прорекламируем. Да, пойдемте. Мы на спектакль приглашаем, там будет множество затей. Ведь мы актеров обожаем, как будто собственных детей. Мы вам покажем представление. Вот, режиссер. Я? Удивление. Да не волнуйтесь, будет загляденье. Да, директор театра к нам идет. Ну что, поехали? Вперед! Уважаемый господин режиссер, Я думаю, кому как не вам, Хорошо известно, что в наше время очень нелегко, Непросто живется театр. Это здание обветшало. Зарплаты платить нечем. Костюмы истрепались, нитки прогнили. Но с сегодняшнего дня все будет иначе. Вы нашли мецената? Нет. Лучше. Я договорился с рекламщиками. И теперь специально обученный актер из рекламного агентства Будет незаметно потихонечку вставлять рекламные слоганы в наши диалоги. Но как же артисты? А артисты ничего не должны заметить. Он все это будет делать незаметно и потихонечку. Поэтому пусть играют, как играли. Но это нарушит все повествование. Это отлечет зрителя от фабулы. Нет, 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 нет. Я не согласен. Какой фабулы, какой фабулы по телевизору не отвлекает и у нас не отлечет. Вы понимаете, людям нужна реклама, а мы, как чата, должны быть ближе к народу. Что у нас там после антракта? Горе от ума. Мой вариант, мое прочтение. Детский вариант для утренников. Приезд Часкова к Софье после долгой разлуки. Толково. Детям понравится. Ну что ж, встречайте, вот актер из рекламного агентства. Ну не волнуйтесь, я конкретно рекламу вставлю незаметно. Красавчик. Ну что ж, прекрасно. И давайте спектаклю вашу начинайте. Молодой человек, я вас попрошу, вставляйте свои рекламные слоганы, но не меняя фабулы. Следите, я буду очень строго. Да и следите, ради Бога. Позднюю ночью в небе одна Так заблазнительно светит луна Я б хотел для вас небес ее достать Театр полн и надо начинать Не нужна мне Мальвина Подавай Тарантино Я ждем для театра кино И от Элла, и Чацкий Роли крупные снятся Я сыграю любого Даже Гамлета и Серано Что нового покажет мне Москва Вчера был бал, а завтра два Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног Ах! Грибка убил, вмиг удалит грибок Ну поцелуйте же меня Не ждали В лицо мне посмотрите Удивлены и только Вот прием Как будто не прошло недели Ах! Смартфон последний Восемнадцатой модели Совсем вы что ли офигели? Я сорок пять часов глаз мигом не прищуря Верс больше семисот Пронесся, ветер буря И растерялся весь И падал много раз И вот за подвиги награда Я все забыл Он сбил меня О боже Кто я? Вы чацкий Я вам очень рада Душ-трактор для ресниц от Рада Мальвина Что с тобой? Ты вся в огне Портвейн Живи на яркой стороне Ничего, ничего Ты просто бредишь Судя по всему Он сбил меня А в голове моей опилки Что мы играем? Гинни-пух? Нет Ну погоди Нет А что? Оставьте сказки эти Играйте Про Монтеки с Капулетти А, Ромео Ромео Как мне жаль Что ты Ромео Отриняться И имя изменит А если нет Меня женою сделай Чтоб в Капулетти Больше мне не быть Бальвина Что это Джульетта? Нет Я жертва интернета Ромео Милый Какой же у тебя Ужасный взгляд Корм кискос Кто не ест Тот просто гад Что нам втираете Вы тут постылый? Бальзам втираю С лошадиной силой Какой бальзам? Мозг лопнул у меня Что мы играем? Режиссер Я режиссер Теперь давайте В стихах Онегина играйте Онегина? Онегин я Я вам чешу Чешу до боли Я все забыл Я вам пишу Чего же боли Что я могу еще сказать? Онегин Милый мой тружок Мой дядя Самых честных правил Когда не в шутку Занимок Он сахтеолом Свечку вставил И лучше выдумать Не мог Онегин Просто будь мужчиной А ну-ка стой Рекламщик подлый А ну Навалимся всей Кодлой Бить или не бить? Вот в чем вопрос Бить или не бить? Какой-то текст знакомый Онегин Нет? А Гамлет Точно Да Офелия О нимфа Неладно стало В датском королевстве Смиряться под ударами судьбы Или надо оказать сопротивление О Гамлет Пусть пропадет в аду душа моя За Гамлета я небо ненавижу Что значит видеть свет? Где же лучше? Где мотоцей И быстрый интернет? Капкан его не взял Я не степлю от злости Он ест растишку Укрепляет кости Что я несу? Я все забыл О нет Уже я вспомнил Молилась лейтенана Мателло Мавр мой Почему ты белый? А потому что Ваниш Отбелит даже тело Ах ты пиявка Червь Опарыш Тля Поймаю и убью На супчик дня Достал уже носа ты Да это и не нос Да А пик Утес Мыс Полуостров целый Чернильница Или футбляр для ножниц Роксана Ты сама согласна? Согласна с вами, Серано Наверное, вам мешает пить ваш нос И наполняет чашу вашу Хотите? Мы подарим вам большую чашу Золотая чаша, золотая Наполняет ароматом чая Дом, в котором счастье обитает Золотая чаша, золотая Тогда вас вызываю на дуэль я Нет Скажи, что капает с меня пьеруша? Сок добрый, он теперь из груши Ну, а сейчас вдогонку получай Контрольный сковородку и Тефаль Тефаль, ты всегда думаешь о нас Бедный йогурт Я ел его, Горацио Отчего люди не летают, как птицы Мне иногда кажется, что я птица Вот так бы взяла и полетела Мальвина Ты чайка, что ли? Птица? Нет Я курица Петеленка Грудная часть А вот окорочка без кожи А ну, режиссер Как тут у вас дела? Довольны ли зрители искусством? А все ушли И в зале пусто Да, ну что ж, дружище Времена такие Все крутятся, как могут, чтобы выжить И мне плевать Что в зале пусто Зато с рекламы есть Капуста Другой театр нужен нам Я убедился в этом сам Теперь я знаю, кто такой-то главный Гамлетик герой Не датский принц, какой пустяк Герой там главный Доширак Ко мне за мой нелегкий труд Рекою деньги потекут Чтоб зритель досмотрел финал И со спектакля не сбежал Насильно кожаным ремнем Погрепче их стул Пристегнем За Ха И К нам Заходи К нам Заходи К нам К нам К нам АПЛОДИСМЕНТЫ Что я хочу сказать, друзья мои, все-таки раньше время было другое. Но вспомните, соседи друг для друга были как родственники. Да, а сейчас и не знаем никого, если, конечно, что-нибудь не случится, не дай бог. А вот недавно один сосед меня даже угостил. Да, душевно так хорошо посидели, он даже помощи у меня попросил. О! Сосед! Что такое, дядь Вась? Что случилось? Дядя Вась, у меня машину угнали. Да ты что! Да! Слышь, сосед, помоги, ну помоги, тачку вернуть. Конечно, дядя Вась, ну конечно помогу. Слушай, я расшибусь, а помогу. А сам про себя думаю, что ее искать-то? Брат мой покатается, да вернет. Сосед, машина у меня была такая красивая, я ее ласточка называл. Да ну что ты, дядя Вась, красавица, ласточка. Ведро с гаеками, помойка на колесах. У нее было, во, семь степеней защиты. Ай, и сигнализация такая классная была. Вовриот, а брат мой эту машину одним гвоздем открыл, потом кирпич из-под колеса выбил и поехал. Вот я уверен, злоумышленник, он долго к ней присматривался. Точно, выслеживали ее, ага. О, врет, это брат мой зацепился за нее, когда домой по пьянке на горачках возвращался. Я даже помню, как сигнализация ночью заорала. Да-да-да, я тоже слышал, дядя Вась, так громко на весь двор. Это брат мой заорал, когда его током от зажигания шибануло. Вот ты, ты соседке поверишь, она у меня разгонялась? С места, вот сразу 160 километров. Фу! Да что ты, дядя Вась, такая тачка, это самолет, а не машина. О, врет, мы с братом на ней еле-еле догнали рейсовый автобус. И то, потому что тот притормозил на остановке. Да я на своей машине мог вот, 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 вот с любой женщиной познакомиться. Конечно, конечно, дядя Вась, ну такая тачка, а! Врет, врет и даже не подпрыгивает. К нам в нее не то, что женщины, мужики садиться боялись. Вот недаром, вот недаром. Мне за мою машину давали пять лямов. Да что ты, дядя Вась, за такую и шесть не жалко. Да! А нам за нее всего хотели дать 10 тысяч рублей. И то, при условии, что мы сами ее разберем на запчасти. Вот что называется иномарка. Да, не жигули какие-нибудь. Там так и было гвоздем нацарапано. Made in Узбекистан. Моя машина, она работала, вот, как часы. Да, правда, песочные, потому что из нее все сыпалось. Я вообще считаю, что на моей машине можно было возить только вип-персон. Это точно. Вобрат не знал, а то бы он на ней навоз возить не стал. Недаром мою машину сто раз хотели угнать, сто раз. Гады, дядя Вась, вот гады, сволочи. Вот врет, врет, как сивый мерин. Да, брат мой специально ее оставил на ночь у подъезда с открытыми дверцами. Даже бутылку водки для приманки положил. Что вы думаете, водку взяли? Все, мое терпение кончилось. Вот сейчас пойду и напишу заявление в полицию. Правильно, правильно, дядя Вась. Пойди и напиши, а я подтвержу, мы же с тобой соседи. О, вот козел, вот козел, да вернем мы его тачку. Господи, покатаемся, да вернем. Мы же не звери, не садюги какие-нибудь. Мы же соседи. А соседи, это значит родственники. Пойдем, сосед, напишешь, напишешь, что машина была пиномарка, что ее хотели украсть. Горен, а скажи, а вот ты играешь в какой-нибудь театральной постановке? О, Коля, у меня очень интересная роль. Я играю злого и опасного преступника. У меня вышел конфликт с одними ребятами, и я должен их убить. А что за ребята, тоже гангстеры? Нет, бедные сироты. У них ни отца, ни матери, даже жилья своего нет. Живут в доме у брата. Я должен их убить и отнять у них этот дом. Какая сложная роль. Наверное, с такими глубокими внутренними переживаниями. Очень глубокими внутренними переживаниями. Я так сильно переживаю, что даже кушать не могу. Вернее, как раз таки кушать очень хорошо могу. А как зовут твоего персонажа? Серый волк из трех поросят. Ну раз, серый волк, тогда дуй. Куда? Куда-куда, на сцену. Так это же мой выход. Коля, держи, я побежал. Нам не страшен серый волк, глупый волк, страшный волк. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Спасибо. Я недавно с друзьями в баньку собрался. Жена у меня опять в баню, опять с друзьями. Я говорю, ну а что, что плохого в бане? Она говорит, а то, что почему ты дома не можешь мыться? Почему тебе обязательно в баню надо? Я же в Аргентину не еду сериалы смотреть. Я вам скажу, Аргентина это удивительная страна. Какие там традиции, обычаи. Знаете, мне рассказывали, что есть такой у них древний обычай, что когда рождается ребёнок, родители сверху с балкона вниз выливают ведро кипятка. И что внизу скажут, так ребёнка и назовут. Поэтому в Аргентине очень много детей с именами Хуан, Кончита, Педра. Ну Педра вообще самое знаменитое имя. У одной женщины было пятеро детей, представляешь? И всех пятерых мальчиков звали Педра. Когда её спросили, говорит, а как вы их различаете? Она говорит, а что там различать? Я и всех различаю по отчеству. Как-то два аргентинца разговаривают. Один говорит, тебя как зовут? Второй говорит, Пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. Педра. Говорит, ты что, Заика, что ли? Нет. Заика был мой папа, а паспортист идиот был. У меня знакомый был один аргентинец, он сюда приезжал Я говорю, слушай, говорят, у вас там такая свобода, что хочешь, то и делай, да? Говорят, даже на улицах у вас можно обниматься, целоваться Говорят, можно, но нежелательно Я говорю, почему? Ну, будет очень много советчиков Ой, ну, на первом месте, конечно, в Аргентине это футбол Ну, чего говорят только имена вот этих знаменитых наших футболистов Марадонна, Месси Они такие крутые футболисты, что когда они едут на машине, вкручают правый поворотник, а сами резко уходят влево И даже во время выборов, когда два претендента остаются, все решает, знаете что? Пенальти И вот я вам скажу, ну, самая-самая главная, самая главная, наверное, их страсть Это все-таки аргентинская танго Кто-нибудь умеет танцевать танго? Нет? Я специально ходил учиться Меня научили, сказали, надо поймать на себе заинтересованный взгляд женщины И потом кивком головы пригласить ее на танец Я долго не мог найти заинтересованный взгляд Потом понял, что надо действовать самому Подошел к самой высокой, самой красивой женщине И вот так я киваю Пять минут, десять минут Женщина оказалась благородной, она поняла, что если она не пойдет со мной танцевать, голова у меня отвалится И вот мы здесь танцуем Все кричат, страсти, побольше страсти И она мне говорит, а вы что, никогда не любили? Я говорю, почему? Любил Но никогда при этом не танцевал И я понял, чем быть плохим танцором, лучше быть хорошим певцом Тем более сейчас поют все, кому не лень Один мой знакомый зарабатывает приличные деньги Его просят, чтобы он не пел Я брал уроки вокала И сейчас хочу для вас петь оригинальные куплеты Итак, встречайте Ара Ара Арагенцинский мачо Дары нас А в одессе Белой птицей опустился Тихий ласковый рассвет Парень с девушкой проснился А в душе покоя нет Полюбилась песня эта Услыхав ее едва Сочинил я в пик куплеты Для рефреда взяв слова Бессердечная такая Бессердечная такая Бессердечная Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Позвратился муж с работы Открывай жена скорей Вдруг с лицом зеленым что-то Показалось из дверей Не лицо, а тихий ужас Муж упал судьбу коленя А супруга улыбнулась Это маска у меня Огуречная такая Огуречная такая Огуречная Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй С детским садом по соседству Стали строить новый дом Отпустили сверху средства И немалые бритон Быстро строили как надо К важной дате торопясь И теперь с детским садом рядом Гордо к небу поднялась Чебуречная такая Чебуречная такая Чебуречная Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Парень в жизни не трудился Путь полегче все искал На старушке он женился Разузнав про капитал Думал ждать придется малость Станет он богаче всех Годы шли, но оказалось Что старушка как на грех Долговечная такая Долговечная такая Долговечная Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй У артистов есть примета Если вы кричите бис Значит это, значит это Вам понравился артист Если ж криков маловато И не хлопаете вы Поэтому мы не виноваты Просто публика, увы Бессердечная такая Бессердечная такая Бессердечная У меня есть стихи обо всем У меня есть стихи обо всем О силиконовой груди есть О ботоксе есть Но это все вчерашний день После того, как появились они Брови Но это очень страшно Даже цветы в траве Теперь не того оттеночка Черная фея Черная фея бровей Ходит к плохим девочкам И соблазняет маш К уху от переносицы Это же татуаж Он целых три года носится И девочка бьет тату В модном салоне в бронницах Чтоб видели за версту Что это идет модница Что делали мастера И никакой мистики Все говорят стирой Но говорят завистники А черная фея бровей Слиняла благополучненько Смеется над жертвой своей И потирает рученьки Ходит в черной поте По звонким апрельским лужицам И забирает тех Кто маму не хочет слушаться Не надо брови А губы надо Губы это патриотично Я написала эти стихи Когда жила за границей В тоске по родине Я сидела около шикарного Пятизвездочного отеля Подъехал шикарный Автомобиль Бентли Голубой С бежевым кожаным салоном И из него вышла женщина Вся в Шанель Не женщина А просто облако в Шанель А впереди Губа И я сразу поняла Русская Красота Как пупочная грыжа Прет из женщины Хоть убей Нашу бабу узнаешь В Париже По накаченной Верхней губе Ни кокошник Ни запах махорки Ни танцующий рядом Медведь Нашу бабу узнаешь В Нью-Йорке По накаченной Верхней губе Бабы русские Нелегко нам Роковая на нас печать В деле нефти И силикона Есть ресурс Значит, надо Качать Значит, надо расправить знамя И достойно нести лицо Чтобы видели Чтобы знали Чтоб боялись В конце концов В мире черного капитала Где свирепствует Саммертайм Наша баба Губу Раскатала И попробуй ее Закатай Начали Любите ли вы театр Так, как я его люблю То есть Всеми силами души вашей Со всем энтузиазмом Со всем иступлением К которому только способна Пылкая молодость Ну не верю Ну не верю, Аня Ну где страсть? Где любовь? Вот кто твой любимый актер? Евгения Петросяна Вот, вот и замени слово Театр На Евгений Петросян Давай А вы Любите Евгения Петросяна Так, как я его люблю То есть Всеми силами Души вашей Со всем энтузиазмом Со всем иступлением Которому только способна Пылкая молодость Ну вот Вот, ну можешь Можешь А вот и Евгений Петросян Музыка Аплодисменты Сегодня мне бы хотелось предложить Вашему вниманию Микро-юморески Часто случаются Юморески в жизни И вот мы, юмористы Стараемся, так сказать Приспособить жизненные ситуации Под наши Всякие юмористические Выверты, фигуры Шутки Прибаутки Вот, в случае жизни Мужику надо было Получить справку На умершего человека Об отсутствии задолженности Он пришел В соответствующее учреждение Ему говорят Пишите заявление От его лица Ну, как это От его Он же умер Неделю назад Но все равно У нас такой порядок Ну, он написал А что делать? Я такой-то Умер такого-то числа Дайте мне справку Чтоб мне было спокойно Расписался за него Справку выдали Или вот Такой случай Командированный Приехал в город Зашел в гостиницу Мест не было Кроме одного В двухместном номере Администратор Его предупредил Это место свободно Только потому Что ночующий Там постоялец Очень громко Храпит И ни один сосед По номеру Не мог рядом заснуть Но поскольку У командирована Выбора не было Он согласился Утром Он вышел из номера Свеженький Отдохнувший Веселый Администратор удивилась Как вам удалось Выспаться При таком Кошмарном Храпуне Тот объяснил Я зашел в номер Он действительно Очень храпел Я тихонько Подошел к нему Поцеловал В щечку И сказал Спокойной ночи Противной Он мгновенно Проснулся И не только Не храпел Он всю ночь Глаз Не сомкнул На заправку Подъехала Крутая машина Из нее вышла Гламурная Блондинка На ней все Шевелится Сказал заправщику 95-й Пожалуйста И пошла Платить А когда Вернулась Обнаружилось Что ключ-то Остался В машине А двери Заблокировались Вот так Бывает Она попросила Заправщика Помочь Ну тот Нашел Кусок Жесткой Проволоки Загнул Ее с одной Стороны И объяснил Блондинке Как нужно Этот кусок Просунуть В раскрытое Стекло Слава Богу Было такое Чтобы подцепить Кнопку Разблокирование Дверей Через три минуты Стоявшие Поблизости Водители Начали громко Безудержно Смеяться Заправщик У них спросил В чем дело Да тут Какая-то Дура Пытается Проволокой Машину Открыть Ну и что Это я И проволоку Дал Так у нее В салоне Подруга Сидит Не показывай Куда тыкать Теща На кухне Лепила Пельмени К ней Подошел Маленький Котик И попросил Мясо Мяу Она его Отпихнула Ногой Отстань Мал А котик Опять подошел Мяу Уйди Закричала Дама А кот Опять За свое Мяу Она его Третий раз Иди отсюда Проклятый И тут На кухню Заходит Зять Ой Любимый Зять Я тебе Настряпала Настряпала Пельмешек Настряпала Зять Сел За стол Теща Подала ему Пельмени К зятю Подошел Котик И поклянчил Пельмешку Щедрый Теща За трещину Та уж В угол Улетела А котик Приоткрыл Глаза И подумал Йес Пришел Студент В столовую Студенческую А был Час Пик Он Стоит С едой С подносом Все Столики Заняты Не знает Куда Присесть И увидел Что профессор То сидит Один За столом Он Подсел К нему Профессор Заголосил Гусь Свинье Не Товарищ Студент Пролепетал Ну тогда Я полетел Полетел Профессор Обиделся Он был С характером И решил На ближайшем Экзамене Студента Завалить А на экзамене Студенту Достался Самый трудный Билет И он Ответил На Отлично Тогда Вредный Профессор Задал Заполнительный Вопрос Вот ты Идешь По дороге И видишь На обочине Стоят Два мешка Один С золотом Другой С умом Какой Ты выберешь Студент Не задумываясь Ответил Ну Конечно С золотом Профессор Ему А я бы С умом Взял Студент Сказал Но это Кому Чего Не хватает Профессор Рассердился И написал В зачетке Козел Студент Студент Киров Мальчик Мальчик Кирова Кирова Киров Мальчик Киво Киво Продолжение следует...